Арт. Гаспаров. Слово-заслова. Искусство переговоров в реальной жизни. Глава 1. Философия переговоров. Правильные слова и эффективное мышление. Мягкий и жесткий подход. Ложь и обман на переговорах. Феномен правды и восприятие реальности. Глава 2. Слово – самое сильное оружие на свете. Им можно установить мир или развязать войну, до боли оскорбить или, наоборот, влюбить в себя. Мир держится на действиях, а основывается на словах. В Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. Переговоры – это слова, рождающие действия. Философия переговоров – это философия верного использования слов, правильного выбора слов, правильного их понимания. Так как за словами стоят мысли, философия переговоров – это в равной степени и философия правильного мышления. Идеи, убеждения, стратегия и тактика переговоров при верном применении являются мощнейшим инструментом в руках опытного мастера. А будет ли он их применять в качестве орудия или оружия? Будет ли переговорщик добродетелем или же жуликом и манипулятором? Это уже моральная сторона вопроса. Эффективную технику убеждения и влияния с помощью мыслей и слов можно использовать как во благо, так и для причинения умышленного вреда. Надеюсь, вы согласитесь, что приносящая совместную пользу деятельность куда более продуктивна, нежели разрушительное и негативное поведение, приводящее к проигрышу и обессиливанию одного из участников отношений. Я исхожу из позиции, что мир нужно делать лучше, укреплять его. Поэтому в основе переговорного процесса, по моему мнению, должна лежать нравственность и стремление к взаимовыгодному результату. Переговоры, направленные на достижение взаимовыгодного результата, а не на победу любой ценой своих интересов, являются наиболее результативными, а достигнутые в ходе них договоренности наиболее прочными. Движемся дальше. Философия переговоров базируется на двух подходах – мягком и жестком, а точнее на их правильном применении и сочетании. В основе мягкого подхода лежит поиск истинного интереса собеседника, строительство отношений, стратегии и тактики взаимодействия с учетом желаний и целей другой стороны. Другими словами, дайте ему сперва пряник, не жадничайте. В соответствии с этим подходом добиться успеха можно лишь истинно и искренне расположив к себе человека. Безусловно, вы помните о своих интересах и целях. Но на переговорах и в повседневной жизни исходите из того, что наиболее эффективное сотрудничество возможно исключительно при учете и всецелом понимании позиций и интересов других людей, при вежливом и тактичном общении и обращении с ними. Придерживаясь мягкого подхода, уступите собеседнику в непринципиальном для вас споре. Обратите особое внимание на то, что для него действительно важно. Помогите ему самоутвердиться, в полной мере высказать свои пожелания. Слушайте внимательно, убеждайте ненавязчиво, используйте призывающие к действию вежливое предложение, хвалите и поощряйте. Свою правоту доказывайте деликатно и тактично. Подводите к мысли, что решение наиболее правильное в первую очередь для другой стороны. Именно убеждение, а не принуждение или давление является главным принципом в мягком подходе, который основывается на равенстве сторон и на движении к результату, удовлетворяющему желание всех участников переговоров. Классическая дипломатия издавна основывается на мягком подходе. Всем дипломатам еще во время образовательного инструктажа закладывается вежливая модель поведения. Любой студент факультета международных отношений МГИМО вам это подтвердит. Обходительность и соблюдение правил приличия необходимы, ведь в стране пребывания дипломаты и их семьи обладают иммунитетом, неприкосновенностью, пользуются особыми привилегиями и полномочиями. В соответствии с Венской конвенцией дипломат не подлежит досмотру, аресту, не попадает под функционирование местного законодательства. Это истинная правда. За рубежом дипломат обладает огромной властью, которая, безусловно, обязывает корректному и вежливому поведению. Мягкий подход в дипломатии сопровождается соответствующей подобранной лексикой. Например, по правилам написания дипломатической ноты официальный документ для обмена информации между посольствами и министерствами. Текст письма начинается и заканчивается с комплимента в адрес получателя. Посольство выражает глубокое уважение, пользуется случаем, чтобы возобновить уверение в своем высоком уважении, свидетельствует свое почтение. В середине письма, даже несмотря на возможную резкость содержания или конфликтную ситуацию, текст в большинстве случаев изобилует такими фразами, как имеем честь направить, будем признательны, если вы соблаговолите и так далее. Этому нас учили еще в МГИМО. Передача критических сообщений также сопровождается вежливыми формами. Например, вместо фразы «Мы категорически не согласны» вы скорее услышите или прочитаете что-то типа «Некоторое разочарование вызвал тот факт, что…» или «К сожалению, мы смотрим на текущее положение дел несколько иначе». Отдельное внимание уделяется использованию красочных словосочетаний, направленных на улучшение процесса информационного обмена. Часто используются такие выражения, как «отдать должное позиции», «способствовать углублению», «иметь общее понимание», «вновь подчеркнуть», «особо отметить». Для обтекаемости и сглаживания формулировок, например, при передаче неприятной информации, используются отдельные слова в безличной форме. В свете вышеизложенного, убеждены, как условлено, или со смещением фокуса с конкретной личности на множественное число. Мы считаем, полагаем, возлагаем надежды и т.д. Предлагаю вашему вниманию несколько словесных конструкций в стиле мягкого подхода. Под вашим уверенным и мудрым руководством мы сможем успешно преодолеть текущие трудности. В целях скорейшего нахождения взаимопонимания целесообразно объединить наши усилия и сообща вести дело к плодотворным и действенным результатам. Как вы знаете, я придаю существенное значение вашему мнению по этому вопросу. Ваша принципиальная позиция, последовательный и конструктивный подход воспринимаются нами как надежный механизм, гарантирующий приверженность установленным принципам. Уверен, что мы сможем найти взаимоприемлемый способ и уладить текущее разногласие с учетом ваших интересов. Все более содержательным и предметным становится наш доверительный и активный диалог. Нам бы хотелось доверительно и предельно откровенно поделиться с вами соображениями по следующим пунктам повестки. Мы считаем, что практическая реализация этих принципиально важных договоренностей, несомненно, способствовала бы ослаблению напряженности на следующих участках. Мы дорожим глубоким чувством взаимной симпатии, отношениями доверия, сотрудничества и взаимопонимания. Хотелось бы надеяться, что вы внимательно отнесетесь к высказанным соображениям и сделаете все от вас зависящее в интересах нашего общего предложения. При мягком подходе негативная информация также подается в вежливой форме. Например, налицо серьезная стремительная угроза нашим общим интересам. Мы глубоко обеспокоены обстоятельствами, парализовавшими это переговорное направление. Это досадное обстоятельство побуждает нас предпринять следующие действия. Необходимо достичь конкретных практических результатов, что не представляется возможным без изменения на следующих проблемных направлениях. Дипломатические варианты, находящиеся в нашем распоряжении, стремительно иссякают. Необходимо послать точный сигнал. Время уговоров, не принесших результатов, уже прошло. Необходимо зафиксировать безоговорочные требования. Также приведу пример официального письма, написанного в мягком дипломатическом стиле. Пример выдуман. Министерство иностранных дел страны А свидетельствует свое уважение посольству страны Х в стране А в ответ на его вербальную ноту за неким номером от 20 ноября 2000 такого-то года относительно приглашения специалистам страны А принять участие в седьмом технологическом форуме в городе Y страны Х имеет честь сообщить, что, к глубочайшему сожалению, А сторона не сможет принять участие в этом мероприятии. Министерство иностранных дел страны А пользуется случаем, чтобы возобновить посольству страны Х уверения в своем высоком уважении. Страна А, 17 декабря такого-то года. Круглая печать. В качестве противовеса мягкому подходу выступает жесткий подход, который основывается на авторитетном, зачастую деспотичном строительстве отношений и подразумевает поощрение, вознаграждение другого человека или стороны исключительно в случае подчинения и выполнения обязательств. Жесткий метод всецело основывается на принципе власти и подчинения слабого сильному, на делегировании своей свободы одной стороны, другой более авторитетной стороне. Причем, управляющая авторитетная сторона может в награду за повиновение предоставлять подчиненной стороне определенное благо и удовлетворять ее интерес. А может и просто без каких-либо пряников использовать только кнут, обязывая к действиям через угрозы, террор и другие способы давления. Однако чаще подчинение является добровольным, так как за ним следует ожидаемое вознаграждение, будь то зарплата, хорошая оценка в школе или низкая оценка на экспортируемые углеводороды. Данный подход напоминает принцип построения государства. Население отдает часть своих свобод, а государство взамен обязуется нести ответственность за население, защищать и заботиться о его нуждах. Авторитет подразумевает ответственность за удовлетворение потребностей подчиняющихся. Однако за нефункциональное поведение, проще говоря, за неподчинение, другая сторона накладывает наказание, а не взывает к благородству, справедливости и не одаривает комплиментами, что столь характерно для мягкого подхода. Если мягкий подход выступает с позиции неэффективности высказывания критических соображений в открытую, то авторитарный метод наоборот исходит из того, что критика, обнаружение и исправление недостатков являются неотъемлемой частью обучения и формирования взаимодействия между сторонами. Часто, в отличие от демонстрации обоснованности решения и вежливого объяснения, стороне ставится приказ с объяснением того, что будет в случае его исполнения и неисполнения. За неподчинение, нарушение порядка или договоренности следует жесткая реакция. Беспорядочные действия предотвращаются путем конкретных запретов, оказанием давления или наложением санкций. Предполагается, что ограничения контролируют беспорядок. Здоровый жесткий подход подразумевает не только поощрение за выполнение задач и подчинение авторитету. Ему свойственна и определенного рода свобода. Правда, такая свобода существует скорее в качестве наличия выбора в ситуации с установленными правилами и запретами. Поэтому в некоторых случаях отсутствие права или разрешения на что-либо подразумевает наличие альтернативных действий, проще говоря, выбор внутри запрета. Вы запрещаете пить ребенку газировку, но предлагаете ассортимент того, что, на ваш взгляд, является менее вредным, например, несколько видов мороженого или шоколада. Вы работаете с 8 утра и до 8 вечера, и у вас есть 2 часа перерыва на отдых, которыми можно воспользоваться в любое время на протяжении всего дня. Для данного подхода характерна более прямолинейная, приказная, местами грубая и обидная лексика. Часто распространяющий авторитет обращается к подчиненным на «ты». Вот несколько примеров. Вы просили сделать то-то. «Я у тебя ничего не просил. Я тебе сказал, что надо сделать». «Когда я говорю, ты не киваешь головой, а берешь на карандаш и в точности выполняешь все задания». «Уясни, я покупаю у тебя услугу, а не результат. Если ты попробуешь не сделать именно так, как мне нужно, тебя ждут серьезные последствия». «Еще раз облажаешься, уволю тебя нах...» «Не понял. Все ты понял». Бывают и совсем грубые варианты взаимодействия. Некоторые начальники общаются с подчиненными и клиентами в откровенно грубом формате. Я знаком с одним высокопоставленным бизнесменом, который разговаривает с челядью, — так он называет всех, у кого нет статуса или миллионов долларов, — примерно следующим образом. «Закрой пылесборник, вы их...» «Ты похож на тампон динозавра. Каждый день я откладываю в туалете двух таких, как ты. Что ты, мордень, наворотил между ножка? Не будет поставки в срок, я тебе такое устрою, что ни один эпический м... финатор тебя в жизни оттуда не достанет. Что ты все блеешь, были праздники, мы не успели. Хреназники! Козлу лапшу вешай, а мне твои оправдания, как попе закоулки. Прогиб не засчитан. Иди исправляйся, идиот чертов!» И так далее. Сравнивая описанные мною мягкие и жесткие подходы, отмечу, что у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Мягкий метод может привести к прекрасному результату. Люди проникнутся к вам, пустят в свою голову, искренне захотят общаться, сотрудничать и вместе работать. Демонстрация значимости человека, признание его достоинств, помогает заручиться поддержкой у самых разных социальных слоев общества, вызывает искренний интерес к работе, повышает эффективность труда. Однако существует и обратная сторона медали. Чувствуя доброту, люди могут ущемлять ваши интересы, садиться на шею. Не увидев в вас авторитета, подчиненные могут подумать, что им все можно, и что их всегда простят, могут перестать делать в указанные сроки задания, нарушать рабочий график или условия контрактов, могут выполнять задачу поверхностно или откровенно плохо. Рассматривая целесообразность жесткого метода в целом, если не принимать в расчет порой свойственную ему откровенную высокомерность, грубость и привычку авторитетов тотально контролировать подчиненных, вполне эффективен. При его верном применении люди будут выполнять ваши желания в строго установленных рамках, будут более ответственно подходить к выполнению своих обязательств. Однако, находясь в области добровольного принуждения, человек, скорее всего, вам не откроется и не станет соратником. Выполняя свои обязанности, подчиненный четко знает, я делаю это, а за это мне будет вот это. Если я не сделаю этого, то меня накажут или не дадут того, что мне нужно. Даже если мы соглашаемся на авторитет другого человека, мы подсознательно чувствуем себя зависимыми, а значит, скорее всего, ущербными. Именно поэтому, выполняя задания других в связи с необходимостью, в наших действиях отсутствует искренность и стремление сделать больше, чем требуется. В переговорном процессе наиболее верным является сбалансированное сочетание мягкого и жесткого подхода. Философия переговорного процесса основывается именно на правильном и своевременном сочетании этих двух способов строительства взаимоотношений. На мой взгляд, лучше начинать взаимодействие с мягкого подхода. Но в случае, если сторона не устанавливает ответное движение навстречу, садится на шею, нарушает текущее обязательство и соглашение, начинает тихонько пользоваться или открыто использовать ваше расположение и теплоту, в таких случаях следует незамедлительно переходить к жесткому методу. Проводите границу в отношениях, применяйте давление, устанавливайте за непослушание и нарушение правил соответствующие наказания и санкции. Приведу наглядный пример перехода от мягких отношений к жестким действиям. Например, программист, с которым у вас всегда были хорошие доброжелательные отношения, не сдал вовремя обещанный сайт. Вы ему говорите. Уважаемый Александр, в связи с тем, что вы упорно игнорируете взятое на себя обязательство по нашему соглашению и проекту, если в течение семи дней вы не найдете время завершить нашу работу, мы обратимся в суд. Несмотря на то, что в последнем контракте мы ориентировались на наши доверительные и взаимовыгодные отношения и не указали штрафные санкции за нарушение выполнения сроков работы, благодаря нашей проверенной и эффективной юридической поддержке мы с легкостью выиграем дело еще в начальной инстанции. Учтите, стоимость всех юридических услуг мы, естественно, включим в размер неустойки, которую вам, многоуважаемый Александр, придется нам выплатить с учетом всех ежедневных финансовых издержек, возникших по вашей вине. Мы также будем вынуждены сообщить вашему непосредственному работодателю, в компании которого вы получаете основной доход об этом досадном недоразумении, и рассказать нашим друзьям в журналах, перечисления ведущих тематических СМИ, о плохих исполнителях и добропорядочных заказчиках. Как вы считаете, Александр, как скажутся подобные действия на вашей деловой репутации? При использовании жесткого подхода следует учитывать два важных момента. Во-первых, если вы решили вести себя сурово и твердо в какой-либо ситуации, ведите себя в ней жестко до конца. И во-вторых, при использовании решительного авторитетного воздействия не обязательно ждать кризиса. Начните с мягкого подхода, но не забудьте рассказать и о возможности перехода на жесткий формат взаимодействия. Не бойтесь показать зубы. Так в дипломатии и в правильных деловых отношениях часто принято согласовывать ожидания конечного результата, в том числе и обозначать последствия, которые могут иметь место, если другая сторона пожелает пренебречь вашим расположением и добротой. Не обязательно доводить до конфликта. Порою достаточно всего-навсего в начале ваших деловых отношений с партнером, улыбаясь обговорить последствия и санкции за несоблюдение условий и договоренностей. В целом, я рекомендую устанавливать сбалансированные связи с окружающими, клиентами и друзьями. Отношения и переговоры — это не только круглые столы и костюмы, это еще и ежедневная коммуникация, непрекращающееся общение с людьми вокруг нас. Говоря о моральной стороне философии переговорного процесса, невозможно обойти такие важные аспекты, как ложь и обман. Дипломаты предпочитают использовать термин «дезинформация». Для начала следует отметить, что ложь бывает умышленная и непреднамеренная. Умышленную ложь мы используем, когда пытаемся избежать наказания или неприятностей, не хотим что-либо делать или стремимся достичь своих целей всеми возможными средствами. Например, чтобы не делать неприятное задание, вы сказали, что слишком заняты. Или, потеряв важный документ, чтобы выиграть время и восстановить его, вы говорите, что оставили его дома и принесете завтра. В отличие от умышленного обмана, непреднамеренная ложь возникает сама по себе в силу определенных психологических программ, работающих в голове каждого из нас. Классический пример — это искажение поступающей информации. Оно начинает действовать, когда слушатель не понимает наших слов из-за большого количества отсутствия пауз в беседе или длинных предложений.